всем здравствуйте с вами я атишевский и перед вами дуги x5 я постараюсь сделать небольшой такой обзор вот с некоторыми особенностями в частности я не буду отдельно тестить примеру полноценные игры вот но прям в этом видео я покажу вам как идет world of tanks то есть поделюсь с вами этим впечатлениям и в принципе как бы поделюсь с вами впечатлениями о самом смартфоне я жалею что я посмотрел пару обзоров о данном девайсе потому что о нем как бы видео в основном выходят в характере какой же отстойный этот дуги x5 вот и чаще всего как бы люди которые обозревали его забывали как бы учесть стоимость этого все-таки дуги x5 ребят то есть цена у него 55 долларов да если сегодня покупать то я бы скорее всего покупал бы дуги x6 который стоит 65 долларов на 10 баксов дороже данных примеру вот но опять же там другие 6 он идет пять с половиной дюймов и это уже как бы не совсем тот компот что касается этого аппарата по внешнему виду до большим минусом как и все говорят вот этот его покрытие пластик он очень ужасный пластик в плане того что собирает отпечатки и грязь можно так сказать то есть он как бы особо выделяющийся я вообще не знаю что это за пластик такой вот но тем не менее теперь что касается самого как бы внешнего вида то он весьма неплохой вот у него кстати корпус разборной вот можно с любой стороны разобрать аппарат то есть и увидеть что там внутри находится в распаковке я уже более подробно это делал но тут у нас пример есть карта памяти видите вот здесь стоит сейчас это для теста танков я на всякий случай поставил нас достаточно большая батарейка и в принципе тут у нас две сим-карты что касается экрана то экран здесь не такой уж и плохой как его описывают да это не ogs да он идет серенький вы видите то есть он не черный то есть в отличие пример от того же самого если мы для примера возьмем кубот x12 да то здесь видите полноценно прям черный а тут вот идет такой серый но тем не менее скажу вам что это простительно для девайса опять же за эти деньги что касается отзывчивости экрана там говорили что два касания и так далее играть невозможно я играл в world of tanks blitz все отлично вот никаких проблем у меня с игрой нет я поставил лаунчер от google star то есть google старт лаунчер тут можно пример поставить вот лаунчер непосредственно от дуги то есть если вам конечно это интересно вот он такой чем-то он не он нравится чем-то нет то есть он нравится тем что здесь как бы идет прозрачный этот фон то есть в отличие от google старта но не нравится иконками которые здесь присутствуют даже самому play маркета вы видите иконка не совсем такая как мне нравится то есть мне больше нравится все таки google старт и соответственно сразу же у меня автоматически как бы смарт ассоциируется с каким-то ну таким современным телефоном потому что здесь у нас идет сразу все очень очень неплохо что касается android и вообще скорости работы телефона то поверьте телефон работает шустро быстро версия android 5.1 все супер все классно то есть обновление по приходила пару раз за два дня то есть но я так понимаю что одно было какое-то старое а второе вот подлетела недавно вот вайфай ловит хорошо сигнал ловит хорошо что касается звука в динамика то есть вот этого динамика есть час youtube включу вам вот разговорный динамик тоже работает хорошо потому что я затестил звонки то есть все отлично но работает через вайбер можно через skype общался все отлично хорошо вот что касается а еще моментов связанных с софтом то что здесь есть как бы некоторые предустановленные там программы в том числе даже можно говорить о таких преимуществах как fm радио для данного телефона то есть фонарик то есть все как надо спит теста на вайфай показывает хорошую скорость то есть давайте мы сейчас посмотрим чтобы это не было как бы чисто моими словами вот то есть и пинг хорошо ловит и вообще получение передачи то есть с учетом того что у меня скорость интернета 100 мегабит то есть мы получаем вот 40 стабильных мегабит 50 мегабит скорость через вайфай что прям нот вообще приятно то есть 50 до 50 сюда то есть для недорогого телефончика то есть стабильная скорость пинг 18 миллисекунд то есть все отлично да может быть был бы покруче телефон лучше бы показатель был но это не проблема производительность неплохая здесь у нас гиг оперативки 4 ядра и у нас 8 гиг встроенной памяти я поставил карту памяти для того чтобы танки как бы загрузить и так как они сразу автоматически загружаются на карту памяти это приятно хорошо то есть ну прям вот хорошо что есть такие приложения которые автоматически плюс ко всему у меня уже был подгружен кэш танков то есть на карту памяти то есть смартфон его легко подхватил и все 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 отлично так давайте мы каком то танки сыграем я сразу покажу вам максимальную графику точнее как бы как все работает на высоких но сразу предупреждаю что идет на высоких не очень поэтому я даже буду играть на каком-то таком танке чтобы не сильно было портить репутацию суть не в том как я играю суть в том как идет громкость динамика очень хорошая громкость я даже сделаю в половину громкости потому что она реально высокая но скажу что в максимальных настройках танки ну как бы подтормаживает и проседает fps достаточно сильно ну давайте мы это посмотрим как все это работает вот и поближе чтобы вам было понятно и видно так ну что смотрите 10 fps 11 fps в режиме снайпера у нас тоже 11 fps так ну что я буду ехать за ударной группой вот конечно на максимальных настройках играть ну точно неприятно ну то есть 12 fps вы понимаете да что это нереально играть но опять же учтите смартфон 55 баксов блин ребята 55 и так погнали за чехе сейчас мы достаточно быстро сольемся и мы как бы сделаем такую маневр мы ворвемся только я ворвусь с этой стороны кто-то там у нас уже и давай 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 мы сейчас спутаем карты засветим и возможно даже добьем ты сороковочку не успели кстати fps поднялись на 25 и сразу же опустились на 16 ну ладно это не проблема давайте попробуем прицелиться избить захват сейчас мы дадим ему чуть пониже отлично так давайте мы попробуем отъехать мне сбили гуслю и 11 fps до играть конечно неприятно сейчас мы отвлечем данных персонажей кстати я их засветил и связи с этим наши наши наша ударная группа очень неплохо их раскидала но играть конечно так нереально да что ж такое ну типа мы делаем захват но в идеале конечно добивать их до чтобы никто не ушел будем светить елки-палки как же нереально на таком фпс играть конечно нереально последний ну хорошо не то какая разница я именно как пьяный мужик а я думаю захват сейчас произойдет быстрее так дальше следующая на вот эти вот кнопочки не подсвечиваются далее вот эти бару бортики они немного выпирают за края как бы экрана то есть и получается так что как бы вот она выше но они такие гладкие поэтому но неприятности нету следующее что хотел сказать из особенностей пока мне нравится то что динамик здесь вот такой вот утопленный там вы уже можете наблюдать попала туда соринка что это означает это означает что аппарат будет здесь вот засоряться и это печаль к вот мы как бы такой нюанс вот связанные с этой темой ну в общем то короче захват произошел на низких настройках фпс 35 45 то есть играть можно что хочу сказать вам друзья дуги x5 подойдет для тех людей которые хотят себе недорогой смарт на две сим-карты вот и в принципе с более менее адекватными характеристиками и железом то есть он действительно адекватный вот реально адекватный она сейчас конкуренция настолько большая что доложив там всего лишь пять долларов то есть вы можете купить там или какой-то black view или же доложив семь восемь долларов 9 вы можете купить другие к 6 там или еще другие ряд вот сейчас как бы я по акции купил аукетель там какую-то модель за 59 99 то есть есть еще много других смартов которые конкурируют с этим аппаратом и человеку который вот сейчас думает стоит его брать или нет я бы сейчас как бы рекомендовал бы все-таки подождать или посмотреть на других конкурентов а человек который у себе уже вот купил да вот этот аппарат для подписчика то есть и я считаю что это вот ну свое время вот даже месяц назад там за месяц сколько он купил то есть и уже аппарат здесь на месте вот у нас альтернатив нет по сути то есть там тот же самый lenovo а2010 или же а 536 или а 326 да там тот же самый там пример даже lg там l60 это вообще не конкуренты с этим аппаратом потому что здесь у нас идет и hd экран здесь у нас идет и достаточно неплохое как бы железо 8 гиг встроенной гиг оператив очки то есть в принципе вполне себе приемлемый девайс камерах делает она конечно снимки не самые лучшие но тем не менее вот могу сказать что приемлемый что основная что фронтальная ну так себе давайте я тогда сделаю еще один снимок чтобы вам показать уже не было никаких нареканий по этому поводу мы уберем вспышку и сделаем снимок отлично смотрите то есть камера ну можно сказать как камера бюджетного девайса вот по-другому никак не скажешь вот и фронтальная то же самое благо что они присутствуют вообще то есть видео связь можно делать то есть общаться по видео связи то есть это не проблема но рассчитывать на что-то грандиозное не стоит на этим я буду заканчивать свое видео надеюсь оно было полезное для вас вот особо как бы больше нечего о нем рассказывать вот аппарат ну оставил только как бы положительные впечатления как для аппарата за такую стоимость все друзья спасибо вам большое за то что смотрели ставьте лайк подписывайтесь всем пока до скорых встреч в новых видео а также подписывайтесь на страницы социальных сетей группу вконтакте instagram и twitter